еще одно небольшое дополнение те фотографии которые сначала показать хотел но потом забыл и снова вспомнил здесь смысла ничего особо дающийся нет однако на мой взгляд просто интересны фотографии тем что она в общем-то и военная здесь мы видим японских офицеров и достаточно антуражные в том плане что снята она на фоне весьма таки не пускал не самого веселого заведения но в общем-то в эпоху войны и весьма актуального то есть это компания по производству искусственных конечностей я конечно не знаю что здесь делают эти офицеры поскольку у них в общем с конечностями вроде бы пока все на месте все в порядке но возможно они просто имеют какое-то отношение к этой организации вот такая вот весьма интересная антуражная военная фотография она вырвана из альбома здесь очевидно видно что есть следы альбомной бумаги подписи на ней нет такая фотография и вот еще и серия серия фото которые в принципе они не имеют искать такой прямой военной тематики однако они напрямую относятся к событиям военной истории здесь показаны в основном общие виды местами в котором был достаточно серьезный бой с китайскими войсками японцы естественно одержали победу и в японии в то время считалось одним из таких достаточно больших военных достижений и вот этому собственно посвящена серия этих фотографий что касается значит того что это скажем так не единичный земля достаточно массовая печать то есть это коммерческая печать но однако же в течение времени конечно больше их не становится что здесь на них особо интересно это то что каждой фотографии каждой фотографии имеет вот такой вот штамп 2 вернее памятных штампа на обороте то есть здесь указана дата девятый год одиннадцатый месяц четвертый день то есть это значит память боев память боев и место нанлин нанлин это пригород харбина извиняюсь это пригород не харбина чанчун в котором были очень серьезные бои с китайцами то есть вот собственно говоря здесь о чем и говорят вот эти вот памятные штампы то есть здесь вот на длина в память боев на линии и здесь указано значит 43 воина что такое 43 воина и честно говоря не очень помню из тогдашней истории но это что касается череду военного подвига японских японцев которые разбили происходящие силы китайцев и естественно там многие из них конечно там и остались вот поэтому здесь такой тут можно посмотреть принципе меня есть очень серьезный такой достаточно интересная книга по манжурскому инциденту вообще по всему там описано каждый практически деталь этого всего если есть большой интерес это всегда можно все видеть книгу очень редко интересное издание японское на двух языках выпуска по моему 34 35 года крайне редко иллюстрированные здание потрясающее такое издание конечно можно иметь каждой коллекции но найти его это большая правда не так вот серии этих фотографий о событиях нам линии вот вид с высоты птичьего полета самое здесь виды на длины и происходили бои весьма интересные с точки зрения военной истории подборка фотографий это великая китайская стена как мы знаем она отделяет искать основной китай от манчжурии именно там она проходила проходит до сих пор то же самое достаточно типичные китайское поселение хороший вид люблю такие виды это очевидно что-то тогдашней истории чудо это место было известно здесь никаких дополнительных подписей нет что означают эти две сосны понять сейчас трудно поскольку здесь очино что-то произошло но естественно что поскольку они идут в контексте общей подборки фотографий они конечно несомненно интерес представляют это все что касается вот в данном случае тех фото которые имеются в наличии оригинальных фото замечу которые имеются в наличии потому что если мы сейчас будем вести речь о скажем так поздних оригиналах о чем я могу объяснить позже то естественно там конечно гораздо более богатый выбор сейчас мы пас пока не прервемся и посмотрим что у нас есть из альбомов